Приветствую вас, друзья мои, с вами Садридин. Я хочу сказать вам, что одним из моих любимых занятий, думаю, не только моим, а остальных художников тоже, является то, что выбирать самые лучшие товары для художественного творчества и их получать, приобретать и распаковывать. Вот мне сегодня пришла опять посылка. Для того, чтобы улучшать мои картины, которые я раньше написал, или для дальнейшей живописи, я решил теперь вместе с масляными красками использовать масляную пастель. И именно я хочу пользоваться теперь пастелью, которым пользовался Пикассо. По заказу Пикассо была исполнена такая прекрасная пастель, масляная, компанией Санелье, и до сих пор считается самой лучшей в мире масляной пастелью для пользования художниками-профессионалами. Я приобрел всего 12 цветов сначала, чтобы испробовать. У меня есть масляная пастель, я уже про нее вам рассказывал. Вот от компании Артаспайр, тоже высококачественная пастель для профессионалов-художников. Значит, набор РНЖ, пастель РНЖ. Здесь 92 пастельных палочек. Это немного жестче, а масляная пастель Атсанелье мягкая. Эту пастель я использую для основы, а пастель Атсанелье уже как для финиша использую, для придания, для улучшения картин, существующих моих картин, новые картины, которые я пишу. Теперь вместе с масляными красками я буду использовать масляную пастель. И вот, когда уже вкусил толк этой пастели Атсанелье, из тех, которые у меня были 12 цветов, я заказал теперь набор из 24 цветов. И в целом у меня будет набор из 36 цветов. Я думаю, этого будет вполне достаточно для моей работы. И вот, сегодня я распакую с удовольствием, с вашим участием. Конечно, пакет большой, но пастель сама она незначительная. Просто компания так аккуратно упаковывает в большие пакеты, чтобы не повредить. С вашим участием я теперь это распаковываю. Так, прочно они их упаковывают, мне это нравится. Но я все равно каждый пакет берегно открываю, чтобы, если что, можно сверкнуть на замену. Та-на! Это кляча, которую я заказывал. Значит, здесь... Вот он набор из 24 масляных пастелей компанией Санелья. И специальные вот такие вот, значит, палочки. Эти палочки служат для смешивания, значит, для подведения тонких линий и для штриховки. Давайте откроем саму пастель. Опять же, воспользуемся аккуратненько. Значит, проспект. Книжечка такая, замечательная. И вот набор из 24 цветов. Там очень много разных наборов. Я выбрал специально цвета для пейзажей. И те цвета, которые здесь, здесь не повторяются. За исключением 2, 3 или 4 цветов. Ну и те повторяющиеся, они самые нужные, которые многие зарассудуются. Так удачно я подобрал все это. Теперь у меня 36 цветов масляной пастели компании Санелья. И 90 цветов у меня вот здесь в пастели от компании Артасвайер. У меня их 92 цвета. Вот так вот нам нужно поставить рядом. Так, я их поставлю рядом вот так. Чтобы вам оно хорошо видно. Вот моя радость, моя красота. С помощью этой красоты я буду творить свои шедевры. Здесь у меня, я просмотрел, есть флюоресцентные цвета пастели. Которыми я, возможно, не буду пользоваться. Поэтому я из этой коробочки, деревянной шкатулки, уберу все флюоресцентные цвета. Уберу некоторые цвета, которые мало используются. И все. И эту пастель тоже, опять же, переложу из коробки сюда, вот в эту деревянную шкатулку. Я их переложу сюда. Они будут здесь находиться, чтобы я их носил вместе в одной шкатулке. Было для удобства. В таком надежном, надежном ящике. Ну, чтобы надежно хранилось. И этими, и масляной пастелью я буду пользоваться только здесь, не на пленэрах, а в студии. Итак, друзья, теперь я этой красотой буду пользоваться для улучшения моих существующих картин и для написания новых картин масляной пастелью или в сочетании с масляными красками. Как бы я им не пользовался, все равно у меня будут картины, написанные маслом. Почему? Потому что и масляная пастель, и масляные краски очень прекрасно сочетаются и вместе они адгезия хорошая получается. Также масляную пастель можно использовать для улучшения картин, написанных акварелью. Также для улучшения картин, написанных акриловыми красками и темперой. Ну, темперой я не пользуюсь и другие, короче. И самое главное, ими можно пользоваться на любой основе. Будь это холст, будь это бумага, будь это дерево, металл или стекло. Вот так вот Пикассо заказывал, чтобы ему сделали пастель, который теперь есть и у меня. Возможно, если я ими буду очень много пользоваться, я потом приобрету набор в 72 из 72 цветов в такой деревянной шкатулке отдельно. Ну, пока я начинаю с этих, которые у меня есть теперь под рукой. Пожелайте мне успехов, я с вами прощаюсь. Буду теперь показывать, когда я буду улучшать наподобие этой картины и других картин. Буду, значит, им делать лессировочное покрытие басерной пастелью от компании Санельер. Я это буду записывать на видео, чтобы это было на пользу художникам, которые не пользовались этим до сих пор, новички, которые этим не пользовались. Я уже выставил на видео, можете посмотреть здесь сверху, здесь или здесь, как я использовал басерную пастель для улучшения моей акварельной картины. Так что, думаю, моё видео пойдёт вам на позже. Мои видео пойдут вам на позже. Так что, подписывайтесь на мой канал, следите за моими выпусками. А я с вами пока прощаюсь. До свидания. С вами был Садрин. Всего хорошего. Садрин.